Давайте давление померяем, хорошо? Измерить давление, частоту сердечных сокращений, узнать обо всех хронических заболеваниях и аллергических реакциях. Все это важно перед тем, как сделать прививку. И не простую, а антиковидную. Зинаиде Бодрягиной сегодня делают вторую прививку. Первую получила еще перед Новым годом. В прошлом заместитель главного санитарного врача Казани знает, единственный верный способ защитить себя от инфекций – прививка. Говорит, боялась лишь одного – заболеть коронавирусом. Чувствую себя отлично и считаю, что бояться каких-то осложнений после прививок не стоит. Это все легко проходит. Решение привиться принимали всей семьей. Дочь Зинаиды Бодрягиной тоже врач. Сама, переболев ковидом с поражением легких в 35%, знала наперед. Пожилой организм может такое не вынести. Самым страшным было для меня стать источником инфекции для своей мамы. Поэтому мы сделали все возможное, чтобы ее сберечь. Это нам удалось. Каждый день в 21-й поликлинике вакцину от ковида получает в среднем 50 человек. Перед процедурой – информированное согласие. А это прививочный кабинет. И если, заходя сюда, пациент отдает добровольно информированное согласие, то в ответ получает памятку, где черным по белому описаны все побочные эффекты. Если температура, озноб и небольшое покраснение являются нормой, то есть те симптомы, которым стоит прислушаться. Повышение температуры выше 39-40 градусов, а также гиперемия в месте укола более 8 сантиметров. В этом случае нужно обратиться за медицинской помощью. В Татарстане спутником ВИП привито без малого 6 тысяч человек. 1239 из них уже получили вторую дозу. Олег Ирудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.